Привет, друзья! Устал, честно. Устал, терпеть, а тут боль вообще невыносимая. Сегодня суббота. Во вторник ездил ставить пломбу, поставили мне временную пломбу, напхали вовнутрь, обезболивши или всё вот это, не знаю, что там, для того, чтобы обезболить зуб, почистить его. Но дело в том, что оно не помогло. Получается, где сама дырка в зубе, там нервы нет. А вот именно рядом, уже в корне, там уже есть отверстие. Дырка какие-то, вообще назвать не знаю. Четыре дня на таблетках. Литр. Уже дошло до того, что мне одна таблетка безболившая. Долорен, кто знает, что это за таблетки. Это хорошие, мощные таблетки. Они очень хорошо безболиваются. Ни одна таблетка уже не помогает. Позвонили врачу. Сегодня суббота. Никто не работает в больнице. Но, как оказалось, очень хорошо. Он работает у себя на дому. Еду к нему вырывать зуб, потому что не выносим. Не могу бить им пепель, сколько можно. Перед тем, как выезжать к пиздаму, тоже половину таблетки, даже не так, и половину, четверть таблетки всуну в дырку. А остальную таблетку выберу. И как оно ноет, но полностью не обезболиваю. Ну, как бы терпим. Но сейчас лечу. И то, еду обходными путями через совсем другое село. Почему? Потому что мирный протест. Но Николаюку не проедусь через конзавод. Люди перекрыли дорогу, тоже там что-то творится. И в Покровку, в Днепропетровскую область, тоже по центральной трассе, не проедешь. Из-за того, что тоже перекрыли люди дорогу. Ну, естественно, взял с собой одну силиконовую плесну. Или как она натурально называется. Короче, взял одну силиконовую, взял с собой, ну, так уже, по Китаю. Попробую по Китаю. Мало ли, может быть, на этот раз что-то получится поймать. Так, еду теперь от доктора. Ну, чё, он не вырвал внизу. Сказал, он ещё хороший, мощный. Взял бормашинку, или как она у вас там называется. Почистил. Иголкой там расширял. Нет, ну, полегчало, конечно. Из-за чего, из-за того, что в канале там ещё оставались остатки вот этой временной пломбы. И он мне их вычистил, и всё. Сказал, повторник, как положено. Своему врачу, которого я уже начал лечить, этот зуб. Ну, будем смотреть, чё они как. Дальше расскажут. И всё. Такие вот дела. С этим, с зубом, блин, несчастным. Больше проблем. Стоматологам я не боюсь, боли тоже не боюсь. Ну, как бы у каждого есть свой порог боли. Я терплю до последнего. Ну, когда уже просто-напросто невозможно это всё делать. Не знаю, у кого как. Кто-то боится к стоматологу, кто-то не боится. Ну, если было от того, что делать нечего. Ухо себе пробил, так что вот это вот. Было время. Носил серёжку. Так, кто из нас, да? Дураков не носил серёжки по молодости. Ну, хоть и сейчас вроде бы не старый. Но... Года идут. Бордо стареет. Вчера был дождь. Позавчера опять был дождь. Ну, не знаю, попробую. Проеду, не проеду. Ну, как видим. Не такая уж и плохая машина, в принципе. Интересно, а на обратном пути? Вот. Проеду, не проеду. В прошлый раз был подзастрял. Ну, это я сейчас на второй скорости. Вторая передача. Так, ребята, что такое не везёт и как с этим бороться? Три заброса. И всё. Просто карапузики. Вода поднялась в речке. И получается, вон там как раз должно быть видно. Саму речку. Я думаю, видно. Вон, небольшая коряга торчит. И там... А, вон тоже тоненькая такая. Ну, я кидал правее. Ну, там правее тоже лежала. Ветка. А, вон, кстати, видим, да? Всё работает. Подсветочка. И там тоже лежала ветка. Но её накрыла вода. И всё. И как-то так. Третий заброс не венчался успехом. Ладно, буду ехать я домой. Ну, что поделаешь. Минус силиконка. Минус грузик. Сейчас поеду в магазин. Куплю опять ту же самую силиконку и грузик. Потому что, думаю, в понедельник ехать на речку. Уже со знакомым. Как раз, кстати, этот знакомый продавец. Вот этих рыболовных снастей. Ну, ладенько. Будем пробовать выезжать теперь назад через ту лужу, через которую заезжали. Я думаю, всё-таки выедем. Ну, ребятки, как-то так. Порыбачить не удалось. Ну, ничего. Поводок дома сделаю. Прикупимся. И будет всё хорошо. В понедельник как раз у продавца выходной. И мы с ним поедем в понедельник на рыбалку. Но не знаю, буду я снимать это видео. Не буду. Потому что, как бы, человек, скажем так. Много людей, просто не привыкших к тому, что есть там видеоблогеры, люди, которые снимают, стесняются камеры и тому подобное. Ну, как бы, как бы, по мне, так это всё... Ну, вести себя естественно. В принципе, здесь ничего такого нет. Ну, попал ты в кадр. Ну, ничего. Ну, всё, ребята. Как-то так. Всем влекли здоровья. Лайки ставим. На канал подписываемся. И хочу ещё одно дополнить, ребята. Посмотрел в ютубе, в аудитории. Я увидел, конечно, немножечко, я обомлел. Обомлел почему? Потому что 81% смотрят без подписки. Ну, это право каждого. Я никого, ни к чему не принуждаю. Но... Пожалуйста, от души. Кладу руку на сердце. Подписывайтесь на канал. Чтоб не пропустить очередное, дай бог, интересное видео. А я стараюсь снимать интересные покатушки, ремонты, ну и что-то прочее. А вот скоро начнётся рабочий сезон. Буду снимать и свою работу. Что, как, цепляю, обрабатываю. Ну, в принципе, я думаю, будет, как ни крути, будет интересно. Из-за работы я уже так соскучился, уже так хочется выехать. Из-за работы поехать просто-напросто поработать. А причём поработать нужно кронштейн поменять на крыло. Потому что с-под крыла так валит грязь на лобовое. Не очень-то, конечно, приятно. Лобовое всё обгажено грязью и пыль. Ну, по поводу аудитории я сказал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить данные видео. Следующее видео. Всем любви, здоровья. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...